Вениамин Кондратьев пообщался с фермерами и покупателями. Сейчас на ярмарке всего около 20 торговых мест. Продавать здесь могут только те, кто сами вырастили или произвели продукты. Поэтому на прилавках исключительно местные овощи, фрукты и молоко. Насколько вам, в первую очередь, удобно на фермерском дворике реализовывать свой продукт? Наш клиент очень доволен, потому что здесь у нас есть парковка в свободном доступе. У нас график работы шикарный. Мы работаем с 8 до 7. Это очень людям удобно. Мы работаем без выходных, без перерывов. Плюс ценовая политика. Люди его устраивают. Поэтому все очень довольны. Это абсолютно верно, Галиш. Две задачи. Первая – это вам максимально обеспечить гарантированный сбыт. У вас должен быть свой угол, где вы всегда сможете сбывать свой продукт. А вторая задача – это у жителей, напрямую у вас, у производителей, покупать то, что вы производите. Выращиваете или делаете, в том числе сыр или молочные продукты. По цене производителя. Как бы мы ни говорили, но любые торговые сети – это посредник. И кому нужно, он придет к вам. Купить натуральное, в первую очередь, экологически чистое – это однозначно. Но и доступное по цене. Также во время рабочей поездки в Лобинский район Вениамин Кондратьев побывал на одной из крупных животноводческих ферм. Сейчас там насчитывается более двух тысяч голов коров. Все они особой абердинангузской породы. На приобретение молодняка предприятие получило около 6,5 миллионов субсидий из краевого бюджета.